Я не собираюсь тебе столько платить, я лучше дома себе что-то приготовлю, понял? Готови, блядь! Прыгай! Не-не-не-не, Владик Кубышкин, за что не прыгнет! Море впечатлений! Оперативно работает! Только на Life.rp Вообще не представляю, как вы до сих пор на меня подписаны, потому что я несколько роликов назад говорил, что будет в каждом ролике приветствие, где я хоть немного, но без спойлеров, буду рассказывать, что будет в новом ролике. В итоге, балда на барабанщике дала жидкого и теперь не делает ни одного приветствия спустя 2-3 ролика. В чем дело? Но теперь я это делаю у себя в телеграм-канале. Делаю специальные анонсы, в виде отдельных небольших роликов, показывая, что примерно будет в видео. А вот если бы ты был подписан на телегу, вместо недовольного комментария, ты бы писал, чтобы я поскорее выздоравливал. Поэтому на первый раз я тебя прощаю, а сегодня мы снова самоутверждаемся за счет школьников-дебилов, а также прочих недоразвитых приматов в DarkRP. Приятного просмотра! Я твоей матери Кадыксран, понял? Я чё, голос ещё не хомал? А-а-а-а! Алло, вы охуели? Я ещё раз говорю, блин, насколько он трезет. Как мне рацию включить, я хочу его послать нахуй. Ты чё делаешь? Ты чё делаешь, я тебя спрашиваю? Куда ты вынес человека? Чё, пошли сюда. Бать, это чё, потому что ты нас ранен, честно игрой. Сюда, за мной выходи. Отъебись. Отъебись? Серьёзно? Чё за робот, блин, куда ты говорит нам? Бля, реально супер. Ой, ой, стоп, стой. Да нахуй. Неподчинение госсотрудника. Нет, нет. Нет, почему? Отъебись, блядь. Пиздец. Закон есть закон. Предвижу минимум 5 комментариев по поводу того, почему же он всё-таки убивает в общественном месте. Ребят, не волнуйтесь, здесь всё нормально, тут так делать можно. И да, я говорю в нос, пожалуйста, сори, я приболел. Куда не может. А, меня убил наёмник, это не фрикил. Вот на каждый сервак вот такую оповещалку, пожалуйста, жалоб станет реально меньше. Я думаю, магнума достаточно для того, чтобы челикам угрожать оружие. Донат. Что у меня в донате есть? Баланс 1 рубль. Ебать. Мамбух. Я так и не помню, что у тебя с голосом. Здравствуйте, у нас жалоба. А. Чего такое? Чё такое? Рассказывайте, господи. Ты мне арест. Я играл в мэрии на гитаре. Когда? Мэр, мэр, застрелил чела. Я выкинул его труп на улицу. Ты навёл на меня сначала пистолет, попросил бы тебя, я отказался. И сказал, что ты отвалил после чего. Ты просто задай сервил. Каковыл наручники, я арестовал. Отказался просто? Ну, я сказал, отвали. Нет, ты мне ответил в грубой форме, сказал, отъебись. И просто продолжил стоять. Нет, нет, нет. Я сказал, отвали. Я точно не могу сказать, что я не матерился, потому что у меня мама дома. Я не могу материться. Ну да, мама дома, это же все меняет. Так, я наставляю на него оружие. Я его прошу выйти. Для выяснения. Секунду, он вышел из тюрьмы. Я приказываю ему выйти со мной из мэрии и объяснить вообще, что происходит. Он, не желая мне ничего объяснять, он берет и говорит, типа, отъебись. Даже если я так сказал... Да даже если бы ты так не говорил, то все равно было бы неподчинение с той стороны. И поэтому я тебя арестовал. Он должен, если он наставляет на меня оружие, я не понимаю, почему у него уже не тайзер. Если у него есть, он ему дан не просто... Ага. Ну так я тайзеры использовал, потому что ты никоя меня не слушаешь. Ну нет, ты тайзеры использовал, когда ты меня затайзерил, а наставил изначально ты на меня оружие. Мне нужен рычаг давления, чтобы ты соблюдал правила феррп, которые ты не соблюдал. У тебя феррп, увы. Небольшой, не особо важный и все-таки немного сопливый спойлер. Ему было кристаллически похуй на то, что я держал оружие, направив его прямиком на него. А все потому, что я просто не отчитал от одного до трех, как это принято на дарк рп. Меня вот эта дарк рп логика поражает. Ты должен был отчитать, потому что тут лайт рп, я нихуя не пойму, что ты от меня хочешь. К тебе русским языком подходят, говорят то-то, то-то, и ты делаешь из себя дурака, мол, ты не понял. Ребят, на будущее, если таких встречаете, подъезжайте сразу с мегафоном в руках и на танки нахуй. Вот тогда от них можно что-то добиться. Блядь, ты мне никак не угрожал. Блядь, смысле, никак не угрожал? Я на тебя ствол наставил, револьвер, понимаешь? Пиф-паф, пушка делает, и башки нахуй нету, она отлетает. Я думаю, что ты мне просто сказал выйти, ты не отчитал до трех, сказал, типа, вышел. Я тебя не собираюсь расстреливать, мне нужно было, чтобы ты вышел и мне объяснил, почему ты какого-то чела выкидываешь из мэрии. Все. Мне тебе не нужно было расстреливать. Но чтобы ты меня послушался, я достал оружие. Сейчас, у меня звук не работает, пару сек. Подождите. Газпром, я здесь не вижу нарушения со стороны Мешки. А у него есть нарушения? Он не слушается того, что я... Дело твое. Но если вы говорите, что обрушали, мы обрушили, мы сказали, чтобы он покинул какую-то из территории, и он не подслушался, и как бы ничего не делал. Так и было. Так и было, он не отрицает этого. Нет, я не могу сейчас отрицать, я скажу, как я это делал с твоей стороны. Он просто сказал, отойдем сюда. Отойдем сюда, и, ну, показал на выход мэрии, это вот все, весь прикат. Что еще раз? А тебе этого недостаточно? Ну, вот, нет. Он... Нихуя себе. Я сижу на лавочке в мэрии, он стоит около выхода. Слышь, Газпром. Выходит из мэрии, говорит, отойдем сюда, и заходит обратно. Газпром. Это весь его прикат. Смотри, так тебе недостаточно человека вооруженного, который тебе угрожает. Давай я, нахуй, в следующий раз на танки приеду, и сначала предупредительный под ноги дам тебе. А, нет, куда ты, прополь? Я просто чайок сделал. Если ты ебишь, ты можешь ему показать. А, ты мне все-таки сказал русским языком, отъебись на мои угрозы. И если это окажется и вправду так, если это окажется вправду так, то я готов принять наказание в полной мэрии. Так и есть. Я говорю... Может, это из вас, да, показать, чтобы полностью понял ситуацию просто. Если у него есть, то, пожалуйста, пусть показывает. Жалоба уже от него, от меня к нему перешла. Отъебись. Отъебись. Мы можем время не тянуть, вы просто можешь признать и все. Нет, я не буду признать. Ты покажи демку, что было именно так, как вы не получили, если... Если вы не признаете свое нарушение, то будет оман администрация, если... Нет, я не признаю, я не признаю свое нарушение, я не признаю факт того, что была прямая угроза. Какая прямая угроза? Пусть он покажет демонстрацию. Какая прямая угроза, я к тебе с пистолетом, блядь, подхожу. Мне на танке надо к тебе подъезжать, что ли, чтобы ты меня боялся. Нет, я сомневаюсь. Что ты мямлишь, блядь? Если тебе еще говорить, говори. Какого хуя ты на меня жалобу подаешь, в итоге выясняется, что ты обосрался. Ты будешь... В смысле, не было прямой угрозы, я ствол достал перед тобой, стою со стволом. Какого хуя ты сейчас из себя дурака тут делаешь? Я говорю, все, что было, это ты подошел к входу и сказал, отойдем или как... У меня было оружие в руках. Кослово я использовал? Да. Все, вот, я говорю, был оружием. Он говорит, да. Вот, это угроза и есть. Ну, так ты должен сказать... Меня заинтересовало, что произошло вообще, почему чела кого-то выносит из мэрии. И я ему говорю, гражданские, что сейчас произошло, почему у какого-то чела какой-то труп вообще взяли, блядь, вытащили. Пройдемте со мной на улицу и объяснитесь, что произошло. Он мне говорит, отъебись. Я достаю шокер, тазерю его и арестовываю за неподчинение. Либо за ОСК госсотрудника. В это время у вас оружие в руках было? Да. Он сам это подтвердил. Уважение правила Феррар Пай, Газбор Банк. Нет, нет, нет. Если игрок все так рассказал, вот именно ситуацию... Нет, нет, нет. Я говорю, не было прямого приказа. Он сказал, выйдем или отойдем. Я не помню, какое конкретно слово... Пиздец, к тебе чел подходит с погонами и говорит, надо выйти, чтобы ты объяснился, какого хуя ты сейчас делаешь в мэрии. Выносишь чей-то труп, блядь. Не знаю, ты медик какой-то. Ты в больнице работаешь, ты трупы выносишь. Что ты, блядь, делаешь? Ты бомж, который взял и вынес нахуй труп из мэрии. И я на правах полицейского этим интересуюсь. Какой для тебя нету, блядь, прямой угрозы? У тебя демка есть? Зачем мне демка, стойте? Давайте так, Газпромбанка еще раз спрашиваю. Как ситуацию мне сейчас обрисовал игрок на рядовом полиции? Все так и было? Нет, я помню по-другому. Если так не было, няшка, у вас есть все демка? Я сейчас на демонстрации экрана увижу то, что все рассказали верно. И тогда у вас будет обман администрации плюс сфера РП. Это нарушение правил. Да, хорошо. А если любое подчинение, он может мне сказать, иди человека грабь, я не подчинюсь, он меня в тюрьму посадит? Это будет у меня на НРП, если что. Ну, это полицейский так не может сделать, это будет нарушение правил на НРП. Ну, кто знает, что... Что ты до абсурда доводишь? Ты не можешь просто уже признаться, что ты эти правила нарушил? Я не должен до абсурда. Просто покажи ему демонстрацию, если он увидит то, что я нарушил правила. Я демку нечего, я не требую. Вот мне сейчас обрисовали ситуацию, сейчас думаю насчет вердикта. Мне, получается, я не могу понять, получается, вы насчет обмана администрации, есть у человека или нет. Ну, я говорю, приговор всегда за вами. В смысле приговор за вами? Ты мне сказал отъебись или не сказал отъебись? Я не помню. А, не помню. Видишь, что он не помнит, то он не говорил. Вы несколько раз мне повторяли то, что вы сказали, отстаньте или что-то такое. Пиздобол кончен. Да, я понимаю, потому что я сомневаюсь, что я на тот момент настолько сбридал, что ты не можешь сказать. Кидай дискорд. Ну, ты ебейся. Все, увидел. Спасибо. А, я все-таки в нецензурной форме выразился. Да, все-таки ты это сказал. Да, хорошо. На 40 минут по повещению обмана администрации плюс нарушение правил ФРРП. 40? 40, да. Все, приятно, я говорю, всего доброго. После этой, так скажем, разминочной жалобы, я побегал по городу за привычного мне полицейского. Все это время у нас на посту мэра стоял челик, который по КД крутил лодку. Это первое. Второе, не добавлял ни единого закона. И третье, он вообще не занимался тем, чем должен заниматься глава города. Да, ребят, я прекрасно понимаю, зачем существует в ДРКРП профессия мэра. Не для того, чтобы делать комендантский час. Не для того, чтобы продавать лицензии. Не, правда, вообще не для этого. Эти привилегии ей дали, ну просто потому, что это глава города. Он что-то должен делать, помимо того, что запускает лотерею. Все, больше ничего. Схема игры за мэра на ДРКРП не менялась почти с 16-18 года. Ну кто что нового привнес? Сперва ты выигрываешь выборы, потом редачишь пару-тройку законов и потом уже на них забиваешь хуй. И все оставшееся время ты крутишь лотерею, с которой ты получаешь нихуевый такой процент. Особенно, если на серваке сломанная нахуй экономика и у каждого по нескольку лямов в кармане. Если на каком-то серваке лотерея не предусмотрена, то скорее всего есть казна и состояние экономики города. Ты их поднимаешь, а потом обворовываешь казну. Ну такое есть на Мухосранске. Но сегодня мы ж не на нем играем, а играем на Вейзере. Тут есть лотерея. И он ее по КД, сука, крутит, ничего вообще при этом не делает. Высый, высый. Чё, да, высый. Отглавили еще. Спасибо, пожалуйста. Ладно, не обижать. А, я... В замок его нахуй, крепим. Не надо, не надо, не стой, не стой, не стой, не стой, не стой, не бежок. Повяжи его на стой. В замок, в замок его, чтобы не сбежал. Нападение. Не надо, не надо, не надо. Не надо. А, вот. Давайте я его сейчас еще за при домах послужу. Четыре, сука, миллиарда. Зачем? Куда они их тратят? Ёбаный в рот. Объяви Камчас. Точно, у меня ж пользовательский. Мэр, объяви Камчас. Мэр, закрой свое лицо. О, блядь, будет выписанно. Закрой ебало свое. Оскорбление госсотрудников. Оскорбление госсотрудников. Закрой свое лицо. А я могу по-другому сказать. Ха, ну, шай, мент, я могу себе это позволить. Вход, смерть, голограмма. Голграмма. Ёб твою мать. Побег из тюрьмы. Лошара тупая. Оскорбление госсотрудника. Лошара. Бро, я попрошу, а у тебя порушения... Что произошло? Хуй сос по еблу получил палкой за оскорбление побег из тюрьмы. Кто-то мне говорил там про нарушение. Что за ННРП у вас? Человек в мэрию заходит и берет, затыкает рот полицейскому и по-быстрому пытается убежать. Потом второй раз, когда он сбежал уже из тюрьмы, ну вот после этого ареста, он падает от тазера и начинает намеренно просто так оскорблять полицейского. И за что, собственно, опять улетает в тюрьму. Провокация госсотрудника без причины. Ты мне ничего не говорил. Вы можете помолчать? Я сейчас с админом другим. Сейчас, момент. Ты мне ничего не сказал. Ну сейчас, погодите. Нет, это просто... Админ взял и принял какую-то постройку. Я сейчас по телефону разговаривал. Ты общаешься касаемо другого вообще, другой ситуации. Я с ним разговаривал, вы мне тэплили. В чем проблема? Ну, теперь тебе нужно говорить здесь. Что-то случилось туда у человека? Да, ННРП нарушено. Какое ННРП? Повисни. Госа провоцируешь прямо в мэрии. В чем МНРП? Что? Ты госника провоцируешь просто так в мэрии. Берешь, после этого убегаешь. И удивляешься, что у тебя идет арест за это. В чем твоя проблема? Что он именно сделал? Жесть. Я захожу в мэрию и говорю мэру. Мэр, сделай комендантский час. Он заходит, то же самое, типа меня перековеркать. Говорит, мэр, закрой рот. Ну, это адекватно в отношении мэра или же... Типа он заходит, говорит, мэру рот. Ну, нет, мэр, закрой рот. А, мэр, закрой рот. Ну, нормально. Ну, и где тут ННРП? Ну, ты будешь так делать, подходить в мэрии прямо? Ты госников провоцируешь, чтобы тебя лезть напали. Нормально вообще нет. Ну, вот. Очень. Ну, это разве... Ну, это ролевое поведение? Да. Где, в каком месте? Может быть, я... Может быть, я неадекват. Ну, что, я же тебя не вижу. Надписи над головой вместо бандита-обезьяны. Ммм, круто. Бананов хочешь? Ну, смотри, ты заходишь в мэрию, провоцируешь, получается, чтобы тебя арестовали. Как думаешь, вот бандит, как бы, он вообще, по идее... Если не делает налеты, то ведет... Если... Че? Да, нет. Если бандит, как бы, ну, не совершает каких-либо действий, типа, типа, вау, не банк, там, ну, да, захват мэрии, то зачастую он ведет скрытый образ жизни, чтобы его не арестовали до его преступления. А ты просто заходишь, а, мэр, закрой ебало, типа, ну, нормально? Да. Ну, все, но нормально. Ну, может быть, я был под наркотой или еще что-то. А ты был под наркотой? Не знаю, не знаю. А че не знаю? Ну, если ты сейчас не будешь внятно отвечать на мой вопрос, это будет помеха. Ну, не было. Зачем ты тогда говоришь, может быть, я был, это вообще сейчас к чему было? Да, вообще тебе говорю. Это глупая попытка оправдаться, не тянет, не тянет, ребята. Дайте на НРП-юсе. Я не знаю, на НРП-юсе, да. Он по-французски или по-какому говорит? Пиздец, ты русского языка не понимаешь, ебать, проблема. Это все не оправдание. Блин, я только в тюрьме пять минут присел, сейчас опять еще. По делам тебе, блядь, меньше будешь свой рот открывать. Дышь, а сколько тебе лет? Мне... Да ну, это же бреду вопрос, но че вы мне сейчас шкилой будете? Нет, мне просто интересно, блядь, ну... Сколько? Не будем. Мне шестнадцать. Ну, нормально. Ну, типа, ну как шестнадцать, шестнадцать на ниточке, и скоро типа семнадцать исполнится. Нормально. Программу для войс и используешь, да? Не знаю, почему это вопрос был, но не суть. Ну, так... Ого, там у кого-то интонация уже такая, не особо мирно настроенная, я бы так сказал. Программу для голоса используешь, да? Ебать! Уничтожить, блядь! За программу для голоса, сука! Расстрелять, блядь, из танков! Дайте мне пульт от ядерной бомбы, блядь! Я чела уничтожу за то, что он использует программу для голоса, сука! Как меня вот это бесит, это из-за насморка, сука! Я такой злой, блядь, я как вареное говно самочувствие такое, это просто ужасно. Насколько лотерею делать? Лотерею на сколько делать? Бумба, никто не будет игла... Игласть. Играть на пятьдесят миллионов. Да никто не будет угомонить, блядь, Владика нету. Вроде как. Если бы Владик был, то он тогда бы играл. Могу на миллион сделать, максимум. Играй. Какие пятьдесятка, ёпт у меня. Кстати, спасибо за 16 миллионов. Я за час заработал 32 миллиона, нормально. Без преувеличений, эту хуйню я слушал на протяжении 20, а может быть 30 и больше минут о том, на сколько делает лотерею, кто будет в неё играть, сколько он с этого заработал. Мне нахуя эта информация в прямое вещание от мэра? Нет, я бы это хотя бы как-нибудь попытался бы понять, если бы он это рассказывал в рацию, которая доступна только госам. На серваке есть такая возможность, но он не пользуется. Он берёт и использует для этого общее вещание мэра. Не, ну вы просто представьте, если бы вы на постоянке слушали, что делает глава вашего города в реальной жизни. Лично мне будет не особо интересно слушать о том, как глава моего города условно посрал, потом поехал торжественно открыл автобусную остановку в нашем городе, затем поехал своровал с какого-то бюджета бабло, и на это бабло он поехал отрываться в сауну, попутно всё это рассказывая в бродкаст. После этого я наказываю двух человек, которые нарушили правила комендантского часа. И тут вдруг нашему главному герою что-то не понравилось, и он решил раскрыть своё ебало. Смотрим, ребята. Что вам надо? Алло. У меня есть вопрос. А вы полицейским сколько за плата пластите, что они людей едят от голода на улице? Их все вот тут есть. И он сегодня не дома, в Крачеве, первый. Эй, Владико не трогай. Эй, ты чё, вы не знаете, я снял ваш мент. За что, блядь? Вы уверены, что вы выплачиваете зарплату в дом? Нет. Мы вообще никто не платим. Единственное, какой зарплату получают, это я, блядь. Он и коррупционер. На, вот, держи, блядь, зарплату. Это конкретно уже не дома в комендантском. Да, не надо, я не надо, блядь, не надо. Давай, 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 давай. А кто кончен, это нахуй пошел? Вот, все, хорош, что правильно. Ого, вот это да, пиздец. Сын шалавы, ответь нахуй. Чё ты? Шо ты там срал? Все, тогда не дружно. Я твоей матери годык срал. Шо твои ручки? Ты нытик, блядский, сын шлюхи. Когда ты свое ебало закроешь? Когда ты ныть перестанешь? Ого. Так. Робот ебаный, блядь. Привет. Мэр неадекватно себя ведет. Мэр неадекватно себя ведет. В общем. Давайте я его тэпну. Да, тэпни его сюда. Сейчас, секунду, я его тэпну, я просто займу спектач, у него там РП разговор. Я вас, если что, сейчас не слышу. У вас РП не было только что, вы же молчали, все верно. Да, разговариваю, но ладно, плохо. Чел на посту мэра ничего особо такого не делает, что делает мэр. Он в бродкаст, микрофон свой, вещает постоянно там разговоры свои с друзьями, никого в мэрию не пускает, по КД крутит лодки с другом, обсуждает. И мне это не особо интересно слушать в войс-чат трансляцию мэра о том, насколько лодку делать. Потом еле-еле душа в теле, мы все-таки допросились его сделать комендантский час. Он дальше сидит по КД, крутит лодки, думаю, ну ладно, хуй с ним. Потом смотрю, он никаких ни законов не делает, ничего. По правилам мэра, он должен вещать в бродкаст, этот микрофон, только то, что вещает как раз-таки глава города. Глава города не будет каждые 5 секунд в бродкаст спрашивать, насколько лодку делать и всякая такая хуйня. Затем, я беру, арестовываю двух людей, которые в мэрии находятся, они дома во время качи, и он меня начинает называть конченным. После этого я ему, как бы, отвечаю тоже, и он начинает по мне стрелять. Потом он пишет про якобы мои нарушения, я ему в такой же манере, как он сказал, тоже говорю, и он меня берет, убивает. Какого хуя, вот, честно происходит, я не понимаю. То есть тебя мэр убил, подожди. Да, меня мэр убил, блядь, по логам, посмотри, с этого смарт-кистал. Зачем ты его убил? То у тебя тимкил. Да, орет там, типа, орет, типа, я твоей матери в кадык, сравну, давай, пердони что-то еще. Ха-ха-ха. Ну, смешно, пиздец. Объясняйся. Что именно? Прародитель поведения. Прародитель или что? Зачем ты это делал? Что тебе не понравилось в рядовом? Ну, так не понравился, но я включил в ком-час, и он сразу же через минуту... Да, подожди. Что у тебя случилось? Через минуту он начал арестоваться. Почему молчишь, не отвечаешь на вопрос? Ну, он говорит то, что я якобы спустя минуту начал говорить. А, я его замутил для себя, извините. Ха-ха, пиздец. Ну, знаешь, ты не ошибся особо. Спасибо. Так вот. Он говорит, что я якобы сразу через минуту пошел людей арестовывать. Ну, как бы, нет. Я побегал какое-то время, я успел уже умереть. Даже по логам сейчас посмотреть. Я уже успел умереть, понимаешь? И только потом я пришел в мэрию арестовать челиков. Чего он пиздит хуйню какую-то? Когда ты ком-час сделал, ты помнишь? А, у тебя в законах где-то указано то, что нужно пройти и пять минут, как бы, да? А, нет, блядь, он законы даже не открывал. Да подожди. Что подожди? Да в смысле, я там написал законы, ёпцать. Где ты? Какие законы написал? Мне тебе сказать, какие у тебя законы, если... Ха-ха-ха-ха, я чекал их. Охуня, они законы, блядь, безбедные. Я дам с кем уплоти, только ноль, для самообороны, а не другие, блядь. Охуенные законы у тебя просто, блядь. Ну а что, у меня что, там 20... Мне что, там 20 законов должно быть? Хотя бы 10. Ну а с чего ты взял то, что нужно пять минут пройти и там ком-часа, да я его в 10. Если ты думаешь, что, чувак, есть... Если ты думаешь, мы в отличие от тебя хотя бы думаем, блядь, безбедный. Да подожди ты. Иначе что? Если ты думаешь, что здесь фулл РП, блядь. Если ты думаешь, что здесь фулл РП, чтобы я 20 законов написал, то это очень странно. Причем тут, блядь, фулл РП, что ты этим оправдываешься? Если тебе... У тебя сервак, где законы предусмотрены, какого хуя ты их вообще не пишешь, блядь? Ты совсем, что ли, под мефом? Ты своего подданного оскорблял. Полицейского. Я вроде бы он первый оскорблял. Нет, это ты. Нет, ты. Вроде как. Вроде как. Если демку покажу, признаешь то, что ты наебываешь? Если есть демка, покажи. Я не признаю, блядь. Я просто не знаю. В смысле не признаю, блядь? А чё я тогда демку буду просто так показывать? Я только признаю то, что мне фрекил. А то, что я тебя оскорблял, блядь, я хуй за... В смысле тогда? А чё ты меня тогда убил, спрашиваешь? Ты меня просто молча, считай, убил, судя по твоему объяснению. Да подожди. Что, блядь, подожди? Сколько мне ждать, нахуй, хуйню, которую ты сейчас тут объясняешь? Мямля, ёбаная. Ты можешь с ваморов нахуй вырубить? Я не могу, слушай. Иначе что, блядь? Ебучая мямля, сука. Сидел там, блядь, в мэрии за пропами, пиздел всякую хуйню. Только ты... Ну я не помню, я этого не признаю, блядь. Тогда чё ты, блядь, заебал? Тогда чё ты, блядь? Ты, сука, писать не умеешь. Ты не в состоянии закон, блядь, хотя бы один написать. О чём с тобой разговаривать, блядь? Недоразвитый, сука. Смотри, чувки, хотя объясняю, где у тебя на НРП. У меня к тебе, ну, такой небольшой вопрос. То есть ты хочешь сказать, то, что мэр города, получается, ну, рулевое поведение, чисто хуесусить сотрудников, всё верно? Блядь, я его хуесусил, я много его хуесусил вроде как. А, так, видишь, всё, может быть, не помню. Я арестовал этого человека, который был не дома в КЧ, и он говорит, ебать, он конченый. И я им после этого ответил. Дальше там он что-то, блядь, про маму начал говорить. Блядь, типа, это ебать смешно, думаю, ну, ладно, похуй. Тем же самым он ответил. Потом он пишет уже в ОЦ, то, что у меня якобы, блядь, фри арест. А то, что ты, сука, первое, законы не пишешь, второе, ты по ГД ебашешь лодку, и это обсуждаешь в бродкаст, который нахуй никому там не всрался. Так, замуть меня, объясни. В смысле, замуть меня, ты, блядь, мэр. Тебя зачем мутить, если ты можешь что-то важное говорить? Короче, это, что, конечно, замуть, баня его на 10 минуты в НРП, и всё, блядь. Так, смотри, гняшка, ты не признаёшь свой НРП, я не могу тебя забанить без демки. Дискорд кидай. Я просто не помню, оскорблял, кто первый, блядь. Не помню, блядь, вот это да, пиздец. Как, сука, здесь любят люди искусно время тянуть? Дискорд давай, сейчас я копирую и добавляю тебя. Ебаная мямля, шук. Да давай, блядь, чё ебало-то втопил? Не помню, не помню, скажи, блядь, так и было, пиздец. Ну, хватит. Ну, хватит. Мне не надо. Если ты пришёл сюда РПшить, то иди, я не знаю, надо. РПшить, блядь. Это хватит. Если ты пришёл мне, сука, тут командовать, блядь, куда идти, ты можешь нахуй сразу идти, понял меня? Нет, блядь. Ещё мне, сука, сопля, блядь, какая-то с Дарк РП, блядь, не диктовала, что мне делать, на каком серваке. Пиздец. Да, да. Да, сидел бы свою лодку, блядскую, крутил и не раскрывал бы ебало свою гнилую. Да всё, давай, иди, демку показываю, админу, и всё. Первого арестовал, жду КД наручников, и арестовываю второго. Сейчас мотну, чтобы время прошло. Сейчас, да, хотя, чё мотать? Нужно. Владика, не трогай. Да я, я вижу. Э, ты чё? Нет, просто диалоги их посмотреть, о чём они разговаривают. Ну, что вы выплачиваете зарплату, будем? Нет. Мы вообще никто не платим. Единственное, какую зарплату плачаю, так это я, блядь. Вы коррупционер? Да, вот, держи, блядь, зарплату. А зарплата какая? Они просто вдвоём накидывают лодки по КД, и это обсуждается в broadcast. Он же сказал, ну, держи зарплату, и в консоли пис прописал, типа, боссал её. Ну, это ничего не считается. Блядь, не надо её, не надо, блядь, не надо. Давай, 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 давай. Не надо, всё. Всё, дописело всё. Сука, как уже кончено, блядь. Да, он первым начал оскорблять. Всё, блядь, то, что оскорблял, и вот этого, даже не буду его назвать. Да, ну, что ты не можешь нормально ничего вообще выговорить, о чём речь. Кого-то, блядь, как ты там назвать хочешь. Ну, давай, скажи. 20 минут. Дэ, дэ. Валенок, блядь. Всё, я вас ретурно? Да, конечно. Да. Я детектив. Что? Всё, что вам мы думаем? Детектив имеет полное... На что-то полное право имеешь. На... Нахождение на улице. Я сотрудник полиции, если ты до сих пор не понял. Так, ты мне три раза одно и то же объясняешь, я тебе ничего против не говорю. Нормально всё? Тебя посади? Я чё, никого не арестую за этот кача? Да ну нахуй, невозможно. Остановись. Остановись. Не дома в кача. Слышь, капитал. О, рядовой хуесос. Камера пустит. О, рядовой хуесос. Привет, привет. Согласен. Да, не сломался. А что такое? За дело, что я тебя посадил? Что? В камеру зайти. В камеру зайти. Закройте и баллы. Голос еще не сломался. Согласен. 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 Посмотрите, сколько ублюдков обиженных, озлобленных сидит за решеткой. Посмотрите. Посмотрите, сколько дерьмоедов комнатных тут сидит. Пиздец. Ты, блядь, закрой ебало свою нахуй, тварь. Закрой свою нахуй пасть, блядь, вонючую. Заткни нахуй свою пасть, блядь, с гнилыми зубами. Хуесос. Заткнись. Поплачь, блядь, то, что тебя посадили просто так. Хуепутала. Хуесос, откисай, блядь. Оскорбление госсотрудников. Какая причина? У тебя, да, ты уверен в этом? Что, сука, на вдохе разговариваешь, блядь, блядь? Мрась, блядь. Что, уверен в этом? Сначала смотрим на надпись, которая запрещает нам что-либо делать. Затем на руки капитана полиции. Можете убрать оружие. А что, это оружие, по-твоему? Да. Уберите оружие. Так это не оружие. Уберите мне страшного. Уберите оружие. Это не оружие, ты понимаешь? Это шокер. Уберите оружие. Понятно, чел глухой. Ну, ладно, ребят, удачи. Убейте оружие, это приказ. Убейте оружие. Это не оружие, это спецсредство. Уберите оружие, это приказ. Это не оружие, ты понимаешь? Уберите оружие, это приказ. Лицом Ксения раз, лицом Ксения два. лицом ксиметрии. Что ты делаешь? Что ты творишь? Действительно, ну что я делаю? Я забежал к человеку дом. С оружием. Ты просил нормально убрать оружие. Ты нормально? Нет? Для тебя, если шокер это не оружие, это не мои проблемы. Так шокер это и не оружие, ты понимаешь? Нет, ты глупый. Если для тебя шокер это не оружие, это не значит, что я... Что ты предложение сформулируй хотя бы для начала. Прежде чем что-то мне вкидывать. Шокер не оружие, это спецсредство самозащиты, ты понимаешь? Нет? Что не хочу? Отпусти меня, дай поиграю с самозащитой. А зачем ты с ним по городу ходишь? В смысле? Имею право ходить с ним по городу. Да. Я попросил тебя его убрать. Ну, мало ли что ты просишь у меня. В городе опасно я хожу с шокером. Туда, дурочка, нахуй, туда, бля. Капитана, могу вас на разборке забрать? Сам такое не обзывать. Ага. Вот тебе и фридемоут. Сколько в итоге дается за это? После жалобы выдаю тебе фридемоут. Удачи. Скажи, когда закончишь. Хотя бы, надеюсь. Охеренько. Когда я разбираю жалобы, прилетает другой наборный админ и забирает игрока, у которого я разбираю жалобу. Что? Какой? Вон. У меня вот сейчас был чел. У вас закончились, Лидия, разборки? Может, туда полетим. Может, туда полетим. Ребят, у вас жалоба закончилась? Вон там, вон. Наш человек. Нет. У нас чел сатэпнул. Сделай что-нибудь. Жалобы закрыты, понимаю, да? Ладно. Нет, ты вообще реально, типа, не утупляешь? У него тюрьма закончилась позже. Ну, давай, что? Да. Быстрее муть, потом задни на бус. А админобус тут при чем? Ну, ты, когда у меня был рп, ты сказал, можно я тебе заберу, можно я тебя заберу. Нет, я к тебе прилетел, когда ты чела арестил. Да он ебет, у тебя был рп, он для этого и спрашивал. Что ты до него доебаешь? Я не прерывал твою рп, ты заарестил чела и пошел к другому. Ты считаешься админобусом? То есть, когда ты заарестил чела, рп закончилась. Б, про ноу, не обращай внимания, он из тебя побольше хочет нарушений вытравить, чтобы тебя либо снять, либо забать. Ты не сделал ничего такого, ты наоборот поинтересовался, можно его забрать или нет? Ты никакой рп не прерывал. Ну, прерывал рп. Нет, у тебя не может быть рп. То есть, это не считается админобусом? В чем это админобусом? Потому что он прилетел и спросил, можно тебя забрать или нет, сказал бы, нет, нельзя, пока он мне рп. Прошел бы дальше, доиграл бы. Че ты сейчас к нему цепляешься? Че он тебе сделал такого? Хорошо, я потом правила пересмотрю. Да тебе стоит вообще все пересмотреть. Если ты будешь нарушением, ты как и наборный администратор. А че сразу за админобус-то откидывать? Да, потому что челу делать, нехуй, нехуй челу делать, он обиженный на что-то. Ты ты мат. А почему ты наше скинноборки? Ты знаешь, что это тоже нарушение? Да, нарушение. И что ты мне сделаешь? Нет, ничего. Нет, ничего. Я просто знал, что мой бойный админ. Давай уже, быстрее сжал. Вот это все, что тебе можно сказать? Что ты можешь делать? Ничего. Ты меня даже не проверил. Надо сразу проверять. У тебя было неподчинение. Какое? Ты вышел из дома и что мне делать? А, я так понял, ребята, это мода такая. Какие-то ебанутые приказы отдавать, а потом говорить неподчинение. Ну смотри, просто лесом к себе не достаю, да? Поворачиваюсь к нему, когда он вышел из дома. Он увидел то, что к нему повернулся, он заходит, закрывает меня в наручники и говорит неподчинение и в тюрьму. Быстрее давай, видишь, человек на меня обижен. Кто? Кто на тебя обижен? Ну вот, видишь, хочешь забанить меня просто так, за Freedom Mode. Костя, у тебя было неподчинение, я тебе дал, чё, точный приказ. В чём ты обижен? Чё-то хуйню какую-то вкидываешь. Ты адекватка, нет? Нет. Не, ну оно и видно. Хуйню какую-то несёшь бессвязанную. Ну так. Или ты меня троллишь, что ли, может быть, я хуй знает. Нарушение увидел, хочу тебя за это наказать. Чё-то ты обижен. Ладно. Я дал вопрос. Тогда я вас баню за фри-арест, наверное? И Фри-демол. Попробуй. Объясни мой фри-арест. Может, если это молот, я согласен. Боргой спорить не хочу. Хорошо, тогда фри-демол. В смысле, а фри-арест там? Алло, кто жаловался на фри-арест? Время тяните. Сейчас ты его защищал, теперь ты на него гонишь. Кто на кого гонит, кто кого защищал? Ты в адеквате, нет? Что ты за хуйню несёшь? Ладно. Может, я же говорю, я не вытыковать. Может, я скажу. Блин, ну сиди тогда просто молча, без включённого микро. Толку больше будет. Правда. Может, я ещё докину неадекватное поведение на разборке? Ну, это, кстати, имеет место быть. Такого правила нету. Имеет место быть. Он пытается вывести админов из себя. То у тебя админ обиженный, то админ кого-то покрывает, то он кого-то защищает, выгораживает, потом опять на кого-то пакует. Ты, слушай, определись, админ обиженный, покрывает или же выгораживает? Чё, у меня фри-демол, тебе скажи. Просто обузишь своим положением, тем-то, что у тебя звание выше, и отдаёшь непонятные вообще зачем приказы. Ну, чё ты делаешь? Зачем? Сорян. Так, это джипа-буз. Джипа-буз и фри-демол. Всё нормально. Молодец, мы выяснили, что у тебя есть ещё и другое нарушение. Фри-демол, то нету неподчинения, у тебя было. Ты ходишь по городу, пукаешь людей тайсером. Заходишь, пугаешь. Пугаешь, пугаешь, пугаешь. Когда ты зашёл без ордера, ты зашёл без ордера с оружием. Так ты тоже там был без ордера, какого хера? Без ордера с оружием зашёл, к человеку в дом. Ну, ты считаешь, что это нормально, да? Такого хуя ты тогда заходишь к челикам без ордера? У меня тоже такой вопрос. У тебя нон-рп будет. А, ну то есть под твоей логикой у тебя такое уже нон-рп, да? Ребята, с душнилами надо их же оружием. Запоминайте, записывайте в блокноты, куда-то сохраняйте, делайте с этим что хотите. Раз ты имеешь право до этого докапываться, то вполне себе. Я могу это просто интерпретировать так, что я зашёл узнать вообще, что тут происходит, почему тут капитан полиции стоит один и отдаёт неадекватные приказы. У меня не будет никакого нон-рп. А у тебя теперь нон-рп, фридэм-моут, а также джопа-буз. 30 минут бана. Удачи. В чём нон-рп? Я не буду 300 раз тебе одно и то же объяснять. Ты недалёкий кусок говна, с которым я вообще разговаривать не хочу, нихуя. Нон-рп? Нон-рп в том, что ты зашёл к человеку без оружия, спокойно ничего, и не говоря. Дом. Тогда у тебя тоже нон-рп. Дальше я побегал ещё по серваку, понаказывал нарушителей. Я бы мог, конечно, вставить все случаи до единого, но они были бы очень пресные, неинтересные, ну просто никакущие. Чел нарушил, тэпнул в админ-зону, сказал его нарушение, забанил, и всё. Никакого контента, веселья и так далее не будет. Это обращение также к тем людям, которые пишут в комментариях, вот у тебя стало меньше нарушителей, ты меньше людей наказываешь, всё, негде брать контент, контент всегда есть где брать. Ребят, говорю в нос, сорян, ещё раз. Долбоёбы никуда не перевелись, просто некоторые из них настолько пресные и неинтересные будут, что это будет просто жалко занимать хронометраж этого ролика тем, что вот чел нарушил, грубо говоря, фир-рп, я тэпаю, говорю то, что у тебя фир-рп, и наказываю его, и иду играть дальше. Ну кому оно наху надо? Давайте лучше посмотрим на конченых душнил, которые опиздюливаются как в рп, так и в нон-рп. Убийство человека. Двиньтесь куда-то, я открою по вам огонь. Убийство, он моё место. Убийство. Убийство человека. Убийство человека. Вы вообще адекватные? Вы вообще адекватные? Вы не разорвали ситуацию, арестовываете человек? Со мной всё полностью в порядке. Я арестовал его за убийство человека. Зачем ты это делаешь? По-моему, самому. Себе что-то не устроило? Конечно не устроило. Ещё раз так толкнёшь, я предупредил. Ещё раз так толкнёшь, улетишь в тюрьму. Что это такое? Почему? Всё так много денег. По какой причине? Я предупредил. Что такое? Алло. Алло. Что я предупредил? Я предупредил. Ещё раз столкнёшь без причины, улетишь в тюрьму. А это какая причина? Типа, меня сажать в тюрьму. Что это? Я уже предупредил. Не сих пор. С ним это ненормальный чудо-дэк. Ну, вообще. Ну, знаешь, до таких как ты есть, короче, до таких как ты есть клиника, да? Дурка называется. Вот они помогают таким как ты. Оскорбление госсотрудников. Стоять. Лицок сильнее. Один. Это да. Всё, будем с тобой обеседовать. О чём? Ну? За что увольнять? Чаповак, я имею в виду. Будет, да. Да, здравствуйте, что у вас случилось? А за что увольнять? Я тебе больно взял. А где? Всего. А кто где? Я не вижу вас. Ну так, увольнять за что? Ай! Чё я связываю? Просто в таком камуфляже. Что случилось? Я человека за оскорбление госсотрудника арестовал, меня взяли, заковали в наручники и отвели. В общем, я человека за оскорбление госсотрудника арестовал, меня подходят в топу, заковывают потом в наручники и потом ведут в полицейский участок. Зачем ты перебиваешь и лезешь поперёк? А у вас фотография? У вас видеозапись с бодикамерой имеется у кого-нибудь? Ну просто я с наслова-то не могу же поверить, поймите. Имеется. Всё на бодикамере под флешечкой должно быть. Имеется. Ну давайте пройдём уже куда-нибудь, вот, ну, на телефон, скиньте мне на WhatsApp. Ага, ты свой скинь. А на дискот? Почему не? Почему не? Так, ну в общем, скинули запись на WhatsApp, но это получается вы какой-то некомпетентный сотрудник вас там даже не оскорбили. В смысле? Не оскорбили? Ну вот... Было завуалировано оскорбление госсотрудника, попытка спровоцировать. Нет, там такого не было, ну я же посмотрел, вот мне на WhatsApp скинули. Ну и что вы там увидели, что сказали? Можно же не провоцировать. Вам просто сказали то, что для таких как вы есть там где-то место. Это ж не оскорбление, это не прямое оскорбление. Таких как вы, ну каких, закончив разу. Он вас не оскорбил, не задел вашу личность никаким образом. Если бы он вас назвал бы, допустим, из-за ничего. Провокация госсотрудника. Плохом там или... Это не провокация. Каким образом он справился? В смысле, каким образом? Он недоволен был тем, что человека посадил за убийство. Еще каким образом он попытался меня справиться? Еще раз, можете повторить у вас чуть-чуть так голос, чуть-чуть вот непонятный. Это была прямая провокация с завуалированным оскорблением госсотрудника. Ну я не знаю, где там завуалированного такого видели, если честно. Ну, по крайней мере, я вот с офицерскими... Но он подходит к госсотрудника, толкает несколько раз намеренно. Ты что, тупой вы? Он госсотрудника толк... Он вас толкал? Да, толкал. А этого разы не было записано на камере? Да, вы мне показывали последние 10 секунд. Он несколько раз толкал после предупреждения, даже и после просьбы, угроза. Это тазером не трогать. Я вас слушаю прекрасно. Ну вот он меня берет, толкает, просто так подходит. Потом завуалированно пытается оскорбить, и что мне с этим делать? Просто уходить? Человек не в адеквате. Он оскорбляет сотрудника полиции, подходит, его толкает. Что мне делать? Арестовать, брат. Ну понимаете, мне вот показали последние, если я не ошибаюсь, 10 секунд. Ну вас наебали, поздравляю. У меня есть запись того, что происходило на самом деле. Человек убил другого человека, я его посадил. И после этого этот человек подходит ко мне и начинает меня толкать. И потом еще завуалированно оскорблять. Поздравляю. Ладно, хорошо, тогда я не везу. Ага. Да, тогда понижайте, увольняйте человека, который сейчас наклеветал на меня и показал неполную запись. Ну я даже не помню, кто это был. А я помню, я помню, я сейчас скажу, я сейчас скажу. Извините, а тут вам не кажется, что как-то много людей на один квадратный метр. Ну-ка, капитан, прикажите, чтобы человек вышел. В общем, вы можете понять, что запись буди камеры вашу. Полную. Где человек... Ну в смысле? Ну как это еще? Потому что человек... От начала до конца покажи. Вы мне показали 10 секундный отрезок, где его якобы кто-то задел. Но он мне говорит, что его кто-то толкал, оскорблял, поэтому... Ой, или оскорблял не было, но толкал. Это прямое, грубо говоря, ну, можно сказать, покушение. Я видел только толкал, но я по поводу оскорблений не видел. Ну, предупреждений нет. Почему впитаю? Предупреждений я был дал. Да, предупреждений. А, так я давал предупреждения. Хорошо, хорошо, предупреждения. Человеку пофигу на предупреждения. Ну, значит, я не прав в этой ситуации, ну ладно. Тысяча извинений. Могу компенсацию. Ну, жмите друг другу руки. Я не знаю, там, что, как вы хотите. Либо кого-то увольняю. В смысле? Увольняйте. Вы же меня хотели уволить. Вы уже были на шаг до этого. Близко очень. Увольняйте. Ну, тут что, увольняем тогда вас? Да. Вы признаете свою ошибку? Какую ошибку? То, что он высказал. Я уже сказал! Нет, то, что вы показали 10 секундный отрезок и говорили, то, что его посадили за какое-то оскорбление, которого не было. Хотя я даже, если честно, даже не видел на вашей боди-камере, что его кто-то толкал, но я даже не знаю, кому тут верить. Я жду контакта, чтобы показать полную запись. Вот он, вот этот микро-чел, начинает меня толкать. Ты не волнуй тогда, он убил человека. Человека? Человека? Он уже к спит, как блядишь. Если он просто спит? Почему вы решили? Что же ты делаешь? Вопрос за меня. Потому что могу. Совершенно что-то не устроил? Плохо, что-то не устроил. Что-то, что-то, что-то такое? Что-то такое? Ну ты его, говорю, предупредил, и он продолжает это делать Да, дальше смотри просто Потом еще Челикс, который Леха Мэм пришел И тоже начал что-то нелестное говорить Я так понимаю, вот он По какой причине? Не спорь С ним это ненормальный человек Вот, вот он, Леха Нормальный человек Он на своем сотруднике Это некомпетентность Минус два человека, значит, улетают Ну, вообще, типа Но, вот знаешь До таких, как ты, короче, есть клиника Дурка называется Вот они помогают таким, как ты Эй, нет, ты шо? И вот, смотри дальше Стоять Лицок семье Немедленно Все, и дальше он меня ведет сюда Потом ты приходишь, вот и все Вы будете уволены по обращению к опитентным сотрудникам Нам было видно, что у нас такого сделал Его голос по голосу, тем более, можно было узнать Так, то есть, а второго, если честно, я там ничего не... А, пеленки Он подошел, начал оскорблять Прелюдного госсотрудника Своего же коллегу При людях Без причины Все, вспомнил Но вы будете тоже уволены за некомпетентность Вот беда, да, ребят Здравствуйте Ну, удачи Тебе тоже, ГГ Все Спасибо, что помогаете Увольнять таких некомпетентных сотрудников Рад, рад стараться Рад стараться И теперь Сверху нахуй Нон РП, блядь, ему впишу Ха-ха-ха-ха Уебок Господи Лёха Мэн Привет В общем У тебя нарушено Нон РП В чём? Ты просто так подходишь И оскорбляешь госсотрудника При других людях Да б меня из-за этого уволили Ну да Это также нарушение правил сервера Неролевой поведение Ну ба ГГ Ты Рутро? Рутро мёртв, нахуй Его убили Летом Лутла умер с Кайф Лайфом вместе Поэтому можешь тебя про него забыть Включите кишлака Плачу 10 тысяч